Всем привет, мои дорогие друзья, мои ценицели, любители парфюмерии! Я рада всех вас виновить приветствовать за себя на канале! Если есть те, которые видят меня сегодня впервые, меня зовут Элла, и здесь у меня все про парфюмы, про духи, про ароматы. Сегодня, друзья мои, я надеюсь, у нас будет хорошенькая виза. Мы распакуем два моих новых аромата. Я вот готовлюсь к зиме, запасаюсь гурманикой. Но это, конечно, я шучу, но тем не менее, в общем-то, они далеко от истины. Мы их с вами откроем, это будет мое почти первое впечатление, потому что эти ароматы куплены, можно сказать, слепую. В общем, мы их распакуем, сегодня их расскажу, кому интересно это. Оставайтесь со мной, кто еще не подписан на мой канал. Если вы любите вкусно пахнуть, любите узнавать что-то новое об ароматах, подписывайтесь. Всегда всем очень рада. Ну и, как всегда, устраивайтесь поудобнее, друзья мои, и давайте начинать. Дорогие мои, как я уже сказала, сегодня распакуем два моих новых аромата. Куплены были под воздействием скидок. Плюс к тому, что я узнала, что, в общем-то, их тоже снимают с производства, как, ну, наверное, скорее всего. Ну и огромная скидка, не удержалась, купила. Хотя, в общем-то, такую гурманику обычно обхожу стороной. Хотя у меня немало гурманских ароматов в коллекции. Ну и давайте не будем тянуть кота за хвост. Начнем сразу с первого аромата. Первая такая именно покупка спонтанная. Это аромат от Dolce & Gabbana. Это фланкер аромата вот The Only One. Называется он The Only One Two. То есть, в этой красной коробочке был первый аромат вот этот The Only One, который вышел раньше, потом в черный какой-то был фланкер. Ну и вот этот красный. Была на него большая скидка 50%. Ну какой парфмаяк удержится? Вот я не могу прямо. Там, знаете, вот честно вам скажу, я вам сказала вслепую. И сегодня мы действительно его откроем. Я его не тестила. В магазинах он уже пропал, даже тестеры, потому что его снимают. Вот этот последний флакон был с 50% скидкой. Давайте я буду открывать и рассказывать. И вы знаете, он мне раньше вот не был нужен, потому что когда-то давно, когда он вышел, а вышел он первый раз в 2019 году, я его тестила, честно вам скажу. Тогда мое отношение к гурманике было другое. Я ее не совсем приветствовала. У меня было мало гурманских ароматов на тот момент в коллекции. И я не любила их, вот честно вам скажу. Сейчас мое отношение к гурманике изменилось. Именно поэтому я еще так, ну, смело, скажем, заказала. Но скидка хорошая. Кстати, напишите мне в комментариях, бывает у вас такое, что под воздействием скидок покупается аромат, который вообще не планировали покупать. Хотя мне уже об этом писали, говорили, что да, к сожалению, парфмоняки этим грешат. Но если мне не пишите еще, друзья мои, ну и давайте флакончик. Вот эта красная коробочка и вот такой же красный красивый флакончик. Сейчас мы его нанесем. Видите, золотая вот эта надпись. Он такой на просвет, такого прям бордового цвета. Квадратное основание. Такое увесистое стекло. Ну и давайте нанесем. Конечно же, это гурманика. Я примерно представляю по цвету флакона. Даже вот так вот уже слышно без. Давайте нанесем вот на эту руку. Правда, не помню, как он пахнет, хотя тесила. И я помню тогда, когда я его потесила, во-первых, я начала рассказывать. И решила, нет-нет, мне такой сладости не надо. Помню, что он был очень сладкий. Сейчас посмотрим, насколько изменилось мое отношение к такой гурманике. Кстати, кто-то мне написал, как это неэстетично нюхать руки. Нужно обрызгать на блотер ароматы наносить. И потом дыхать. Друзья мои, мне нужно слышать с кожи аромат раскрытия. Если я нанесу на блотер, набрызгаю водой. Мне это неинтересно, потому что на коже будет раскрываться совершенно по-другому в любом случае. Поэтому уж извините за неэстетичное обнюхивание рук. Но, тем не менее, да, это вот та гурманика, которая когда-то меня отпугнула. И не зря. Не думаю, что сейчас тоже прям я часто буду носить. Действительно, очень ярко, сочно, сладко прежде всего. И что-то такое есть, знаете, еще кокосово-какао-кофейное в этом аромате. То, что слышится. Честно скажу, не особо смотрела гурманику. Я выписала, ой, пирамиду. Я выписала ноты, сейчас вам скажу. Еще какая-то ягодность сладкая. Вот на старте очень такие сладкие ноты, которые сложно даже вычленить. Сейчас посмотрим пирамиду. По мере усаживания этого аромата на коже расскажу о нем. Итак, старт. Это ежевика, красный ягод. Это то, что как раз слышится, дает вот некую такую ягодную сочность, вот помимо остальных сладких нот. Еще помимо этого есть груша, моя любимая нота, которая, конечно же, дает дополнительную сладость. Из цветочных нот. Это фрезия белая, роза, фиалка. Я теперь вот поняла. Вот эту вот какую-то кокосовую припудренность, да, вот то, что дает бархатистость. Это нота фиалки дает. И нота кофе. Вот я вам говорила, я слышала какао, но это нота кофе. И база. Это бобы тонка, почули, серая амбра и амбр вуд. Ну, по мере раскрытия, как я уже сказала, сейчас будем что-то слышать, сразу хочу сказать, что, конечно же, не удивляясь те времена, когда я вообще не любила сладкий аромат, и что это меня отпугнуло, что я сказала, Элла, нет, тебе это не надо. И, в общем-то, надо было следовать этому первому моему инстинкту. Я помнила, что когда-то я сказала нет, ну, не знаю, почему сейчас вот повелась. Наверное, все-таки скидка меня так подействовала. Честно вам скажу, вряд ли будет моим любимчиком, потому что у меня, конечно, гурманика есть и покрасивее. Сладко, напористо, по-гурмански, причем это съедобная гурманика, действительно, вот какие-то съедобные ягоды, съедобные вот эти ноты, кофейное, какао, что-то такое, вот я уже сказала, есть некая пудровость, пыльность, ащут ноты вот этого кофе, наверное, и в том числе фиалки. Вот сейчас аромату успокаивается, больше выходят древесности, и вот бабы тонко, такие, знаете, вот мягкая сладковатая нота с пачулями уже раскрывается на коже. Я думаю, что в базе это будут такие приятные, тоже сладковатые пачули, вот эти мягкие бабы тонко, то есть уже такой будет, скажем, средний такой гурманский, то есть этой вот гурманской базой, которая характерна для многих таких ароматов, база аромат. Но, правда скажу, вряд ли будет моим любимчиком, вот, наверное, все-таки погорячилась. Пусть со скидкой 50%, но можно было без него обойтись. Вот, правда, вот спонтанные покупки так, они захламляют пару гардероб, ну, хотя, кто знает, может быть, зимой в какой-то такой холодный, в лютых морозов у нас не бывает, но в холодный день я нанесу его, слышит от меня что-то более такое оптимистичное. Пока я, честно вам скажу, пожалела, что я купила, потому что гурманьки у меня так много, ну, и любимчиком не будет. Такое-то, какое-то вот для меня не зацепившее такое среднестатистическое гурманское звучание, вот, правда. Не могу ничего такого особенного вот сейчас сказать об этом аромате в данный момент. Ну, давайте уже вот на этой, такой немножко пенсимистичной, на этой, как-то второму аромату, его я отложу до холодов, потом еще его поношу, посмотрим. И, кстати, поскольку виза-то не длинная, а может быть в базе какую-то красоту он мне еще и покажет, кто знает, буду надеяться на это, я не унываю, никогда не передаюсь таким, знаете, ах, ох, ошиблась. Знаете, иногда бывает так вот, аромат отставила, потом вот как найдешь. Кстати, знаете, что он мне напомнил? Он мне напомнил Black Excess от Paco Rabanne вот своей такой вот тоже гурманской сладостью вот этой вот Paco Rabanne не Pure Excess, а именно Black Excess, который я не смогла носить, у меня когда-то был, и где-то он так закончил свою жизнь этот флакон. Ну, вот сейчас появился заменитель этого Black Excess. Ну, на второй раз на одни те же грабли наступило. Ну, как я уже сказала, никогда не говори никогда. Открываем следующий аромат, и это, как бы мне не хватило того, еще одна гурманика, еще один гурманский аромат, Mon Paris от Yves Saint Laurent версия Intensement. У меня, кстати, есть классический Mon Paris, он сладкий, я знаю, покупала его за тестом, и он не распечатан. То есть, маленький объемчик, у меня он так стоит, я все хочу с вами его распаковать, и я даже его не распаковала, честно вам скажу. Ну, вот, даже несмотря на то, что тут не ношу, решила купить почему-то этот Intensement. Мне уже очень понравился цвет, я сегодня, кстати, под цвет этого флакона, давайте открывать буду, говорить, и вот его ноты я посмотрела, и мне показалось, что почему-то вот именно эта версия Intensement мне должна понравиться, вот в плане такой ягодной, это же гурманики, ой, красиво сделано, у Saint Laurent здесь запечатана, так, золотая такая-то шучка, коробочка, ну и флакончик, конечно, они миленькие, у Saint Laurent, вот эти флакончики Mon Paris, вот с этими бантиками, посмотрите, тоже какая, по цвету, вот такая насыщенная жидкость, и давайте на другую нанесем руку, вот этот я точно не пробовала, вот этот я не тестила аромат, у нас тоже в магазинах доступности его не было, на сайте был тоже последний плакончик, тоже с 50% скидкой, именно это и сподвигло купить, честно вам скажу, ну и давайте нанесем, да, вот сразу разницу чувствую, вот здесь душная какая-то гурманникова душащая, здесь более прозрачная, более фруктовая, более что-то такое, знаете, фруктово-цветочное, уже полегче, с какой-то даже некой кислинкой, и мне это однозначно нравится больше, вот с этой версией я угадала, этот аромат буду носить, даже сейчас, несмотря на то, что у нас очень еще сильно жарко, вот даже сейчас, вот этот аромат не удушит, в нем есть некая кислинка, даже, несмотря на то, что все равно это сладость, конечно, сейчас скажу вам пирамиду, но совершенно другое звучание, больше воздуха, какая-то даже цветочность проглядывает, вот здесь вот просто такая съедобная гурманька, и все, и несмотря на то, что цветы были в пирамиде, вот здесь больше я цветов особо не слышу, а вот здесь, такое, знаете, что-то сочно, цветочное, такое манкое, сейчас пирамиду посмотрим, а вот это моя любимая нота, вот где-то зарыта суть, малина черная смородина, две моих любимых, таких, то, что касается сладких ягодных нот, малина черная смородина, черная смородина хорошо мерзлечает, и здесь она есть, и она вот с этой кислинкой, которую я люблю, вот она здесь есть, потому что кислинка не только за счет вот этой вот, знаете, еще одна смородина имеет свою характерную кислинку, здесь еще и бергамот, и апельсин, то есть еще и цитрусы, которые придают вот эту вот кислиночку, помимо этого, есть еще сочная груша, тоже моя любимая, в том аромации, и в этом груша была, и в этом, но вот какая разница, да, здесь вот что-то такое удушливое, сладкое, а вот здесь такое вот красиво, сочно, фруктовое, цветы, вот почему я еще заказала этот аромат, мои любимые розы, аж в двойном размере, болгарская роза, майская роза, и еще плюс мой любимый пион, сочетание розы пиона, я всегда люблю в ароматах, это всегда нежно, красиво, всегда очень вот по цветочному, так классно сочетание-то люблю, плюс еще датура, это вот этот колокольчик, вот этот дурман, как мы говорим, очень характерный аромат имеет этот цветок, и белая фреза, вот этот цветочное сердце, и база, это опять же здесь тоже почули, еще дополнительная ваниль, мускус, вот который, кстати, он слышится немножко, смола бензоин, и мягкий кашмиран, вот это база этого аромата, и друзья мои, вот с этим красавчиком, я точно угадала, вот надо было только на нем остановиться, его взять, вот его я точно буду носить, вот такие ароматы я люблю, сочные, а вот этот у меня точно проставить будет, боюсь, что да, вот даже вот так вот я их сравниваю, так вот, здесь вот эта вот красивая малина, что я смотрю на ее сразу на старте услышала, и вот это розы пион, тоже прекрасное нежное сочетание, вот все вместе, и дает ему вот этот вот, такой фруктовый цветочный аккорд, очень красивый, и мне вот честно вам скажу, я тестила вот мой пари, который у меня стоит неоткрытый, он мне меньше, вот сейчас могу сказать точно нравится, чем вот этот интенсмент, все-таки правильно сделал, что купила эту версию, его вот добавили к нему вот эту малину, вот эту черную сморозину, вот эту вот яркую, такой аккорд фруктов, с этими яркими ягодами, получилась красивая такая гурманская версия, вот этого цветочного такого аромата, ну и база, конечно не особо ваниль, приятный, пачули, такая знаете легкая, вот эта вот мягкая древесность, очень такой приятный, не удушающий аромат, еще раз хочу повториться, чувствую даже какую-то кислиночку, приятную, для меня я люблю вот такой аромат, в общем этот аромат, я буду носить с удовольствием, это скажем так, пусть не тоже, не в ряд этих прям любимчиков-любимчиков встанет, но такой аромат я буду носить, и еще раз повторюсь, в холодные времена года такие ароматы всегда нужны, и я думаю, что еще о нем вы услышите, вот эта версия Intensement, повторяю, какого года, 2020 вышел год позже, чем тот аромат, кстати, один из парфюмеров этого красавчика, Оливье Кресп, вот там по-моему три парфюмера сделали этот парфюм, один из них Оливье Кресп, создатель знаменитого ангела, первого самого такого, ну поистине гурманского аромата, который все-все знают, и вот он является один из трех парфюмеров, которые создали вот эту красотулечку, в общем, его буду носить, на сегодня, наверное, это все, такая распаковочка по быстренькому эмоции, пишите в комментариях, какие новиночки у вас появились, может кто-то знаком из вас с этими ароматами, вполне возможно, что у кого-то это любимчики, пишите, рада любой обратной связи, надолго с вами прощаюсь, как всегда, если что-то из этого видео вам понравилось, поставьте лайк, если это приятно, спасибо всем, кто дошел со мной до конца, всех вас люблю, всех целую, всего вам самого замечательного, увидимся скоро в моих новых видео, всех вас люблю, всех целую, всем пока, субтитры сделал DimaTorzok